Ну что, друзья, всем привет! Продолжаю играть сегодня в КРМП на сервере AmazingRP. Ссылочка, кстати, на сервер в описании. И, опять-таки, я приехал из своего колхоза, из своего сельпо. Приехал я в город, чтобы посмотреть, какое здесь еще жилье есть. Потому что в прошлый раз, как вы помните, я взял в аренду, но там получилось у нас неудачно. Но, походу, здесь все уже реально занято. И, так, заселиться 2,5 тысячи рублей. Охренеть просто. Ну, то есть, опять, это только аренда. Только аренда. Покупки я здесь не вижу. То есть, получается, скорее всего, оно все уже продано. И нужно будет, не знаю, там, копить денег. Хотя сегодня, сегодня я видел дом, но мне просто не хватило денег. Дом прямо там, рядом с Респом, недалеко, свободный дом. Что удивительно, потому что, ну, всегда там все занято. И вдруг свободный дом. Не хватило мне немного денег. Он стоил, по-моему, 120 тысяч. У меня только 92. Поэтому, ребят, кто будет регистрироваться, только обязательно указывайте мой ник. И когда вы достигнете, по-моему, то ли пятого уровня. Не помню, какого уровня. В общем, я получу немножечко денег. Надеюсь, мне это поможет. Ну, и, соответственно, я думаю, что на сходочках, когда будут уже у меня нормально, нормально будет с финансами, я тоже буду вам помогать. Итак, что же мы тут будем делать? Во-первых, я хочу посмотреть этот город как-то поближе. Вам, может быть, показать. Может быть, тут еще не все были. Мне реально интересно самому узнать, что тут вообще такое происходит, что тут творится. Вот. И затем, затем уже... Так. Что здесь-то у нас такое? Ох, да какая-то же останки, ну, нифига себе. Вот это я зашел. Вот это я зашел сюда. Прям отлично. Так, слушайте, а вот это тоже какой-то дом. Но почему-то он не подсвечен на карте. Так, здесь у нас такси. Тут бар какой-то, нифига. Слушайте, ну, прикольно здесь. На самом деле, прикольно. В общем, сегодня я планирую еще сдать на права. Чтобы уже, наконец-таки, иметь возможность устроиться водилой маршрутки. Слушайте, это реально какой-то дом. Давайте зайдем и посмотрим, что там. Прям я вижу, что сюда... Офигеть, сюда реально можно зайти. Че это такое? Это че за дом такой? А как же подняться наверх? Че, получается подняться наверх? А, вот, лестницу нашел. Слушайте, а что это? Балкончик. Почему здесь нельзя жить? Нормальная такая, не знаю, что... Ну, это не квартира, понятно, но все равно прикольно. Так, а где лестница? Я потерял лестницу. Вот она. Запутанный, конечно, домчик. Давайте сразу поднимемся наверх, чтобы посмотреть вообще, что тут такое. Так. Опять-таки, просто балкон и все. Ну, прикольно. Прикольно, надо сказать. Я такого еще не видел. Нихрена себе. Посмотрите, там вертолеты стоят. Так, а что это такое? Почему они там стоят? Слушайте, прямо здесь можно... Ох, да что ж ты сделал-то? Я думал, он перепрыгнет просто на ту крышу, нифига. Вот так самоубийца. Просто, блин, самоубийца. Так, смотрите, это вертолеты. Я думал, здесь автосалон будет, но походу... Или да. Давайте посмотрим. Я вижу только вертолеты, но вдруг... Вдруг что-нибудь тут еще есть? Или нет? Не, вроде здесь все пусто, только там, наверху вертолеты. Но они, наверное, продаются. Давайте просто ради интереса посмотрим, сколько они стоят. Ух ты. Тень. Тень вертолета. Так. Так, а где же вертолеты? Как мне на крышу-то попасть? Ого. Нифига себе. Так. И как мне узнать, сколько он стоит? Ну же. Арендовать вертолет можно, охренеть. Десять тысяч стоит аренда вертолета, но... Так как я... У меня нет никакой лицензии здесь летной, я думаю, что мне не разрешат летать. А этот большой сколько стоит? Этот... Странно. Почему этот маленький десять, а этот пять? Вот это нифига себе. А давайте вот тот проверим. Вернее, те. Потому что их здесь два. Ну-ка. Садись. Эй-эй-эй, ты что делаешь, парень? У этого сельского гопника аж голова закружилась. Семь с половин, нет. Нет. Я ничего, естественно, арендовать не буду, я просто хотел посмотреть. Так, а что это за машины стоят? Чьи это машины? Там тоже жилой дом, что ли, получается? Надеюсь, я не убьюсь, если сейчас еще раз упаду вниз. Попробую как... Ох ты! Слушайте, ну... Это косяк. Или здесь он сможет перепрыгнуть? О, красавчик! Красавчик просто. Парковка тут. Нихрена себе. Че такое, смотрите. Какая-то банда здесь. Охренеть можно. Блин, банда, это серьезные ребята, наверное, к ним лучше не подходить. Да, слушайте, надо валить отсюда. Надо сваливать пока живой. Так, что же здесь еще есть интересного? На эту парковку я тогда не пойду. Давайте посмотрим, что здесь еще интересного есть. Тут я вижу банк. Скамья для жима лежа. Тренажеры? Почему здесь тренажеры стоят? Слушайте, ну это прикольно. Беговая дорожка, все дела. О! И дома еще я вижу. Я не знаю, это те, которые я смотрел или не те, но надо их посмотреть в любом случае. Потому что, ну, мало ли вдруг... Ну, хотя, да, здесь полюбас они будут дорого стоить. И, наверное, только арендные. Это что за драдулет стоит? Это он просто припаркован или на нем ездить можно? Что это вообще? Ну, не знаю, он никак не нажимается. Наверное, это просто так он для антуража стоит. Так. Давай, все прогрузилось. Список квартир. Смотрите, сколько свободных-то. Три тысячи рублей они стоят. Охренеть, Надей. Ну, это, короче, все в аренду. Все в аренду здесь. Но это реально дорого. Если там две тысячи стоят, то здесь получается... Здесь три. Ну, хотя, такое тоже. А дом свой покупать, покупать свой дом, он стоит где-то в среднем тысячу в день. У него аренда. Что, в принципе, тоже немало. Так, а здесь? Вон я прям вижу квартиру. Давайте просто посмотрим. Ее же можно посмотреть просто. Не покупать, не арендовать, а просто посмотреть. Войти. Ну-ка, ну-ка. Что там? Да ладно? Это же та квартира за двушку, которую я снимал, одно и то же. Жесть. А сколько она здесь стоит? Трешку, да? Сейчас посмотрим. Так. Ахаха. По-моему, это снова сработало, и я опять очутился. Да, ребятки, опять. Слушайте, вот бесплатный. Бесплатный телепорт вам. Не надо тратиться на таксишки. А это значит, что сейчас я добегу. Добегу до места, где можно сдавать на права. И мы сдадим на категорию D. По-моему, нужна категория D, чтобы вводить маршрутки. Вроде да. Ну вот, вот и отлично. Вот и все, как бы. Сама игра нас подтолкнула к тому, что нечего там шастать без денег в этом городе. Возвращайся в свое село и иди сдавать на права. Вот и все. Поэтому машина пока тоже немного откладывается. Надо все-таки покупать сначала дом. Ну иначе, где она будет, восстанавливаться машина. Ну или брать в аренду. Но брать в аренду тоже надо постоянно, чтобы были деньги. Так что, как минимум, нужно работать, наверное, водилой маршрутки. А может быть и механиком даже. Я не знаю просто, сколько будут платить водилой. Но надо это все проверять. Надо все обязательно проверять. Смотреть. И я думаю, если нормально платят водили, то можно взять эту хату в аренду. И купить уже, наконец-таки, машину. Потому что, ну, без машины, сами видите, ну, очень-очень тяжко. Кстати, ребят, не забываем, что ссылочки на сервер в описании. И заходим, давайте, игра вместе. А еще я хотел у вас спросить. Вот если я, допустим, так же без квартиры, но куплю или мотоцикл, или велик. Как это будет вообще происходить? То есть, где он будет без гаража? Напишите в комментариях. Так, здесь у нас что? Здесь у нас одежда. Ну, одежду я пока не собираюсь менять, в принципе. Реальный пацан такой меня устраивает. Нормальная тема. Вот, чувак, нифига тут сколько машин. Просто беспредел устроили. Очень хочу баклажановую приору себе. Но пока, как бы, сколько там ее продают в среднем? Примерно где-то, примерно где-то 300 ее продают. А это, как бы, дороговато, дороговато. Ну, не знаю, может быть, водила маршрутки зашибает нормальные деньги. И я смогу, смогу позволить себе эту приору баклажановую. А может быть, нет, не знаю. Так, где у нас здесь? Вот. Вот она у нас, автошкола. Давайте. Давайте будем сдавать на права. Так. Замечательно. Так, грузовая. Это для дальнобойщиков, наверное. Вот категория D мне нужна, правильно? B у меня есть. Категория D. Выбираем. Все, берем автобус сейчас и едем сдавать на права. А ну-ка, садись. Что, друзья, экзамен начался. Я завел его и надо еще выехать. Оу. Ни хрена себе, как это тяжело. Да что ж ты. Это просто жесть. Просто какая-то жесть вообще. Он очень неповоротливый, этот автобус. Но, в принципе, достаточно реалистичный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас, получается, права уже есть, поэтому, ну, как бы, это все не нужно. И можно просто ездить кататься. Но я думаю, что если выйти из него, то, наверное, все это пропадет. Давайте проверим. Сейчас, допустим, я проедусь туда-назад. И самое главное, что, когда вы сдаёте экзамен, все вокруг пропадают. Прикольно сделано, но чтобы никто не мешал там. Нормальная такая тема. Так. Давайте. Вот сюда вот мы сейчас приедем. И попробуем. Сейчас я выйду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте. Реально можно на нем кататься теперь? Ну, это только вот один раз, получается. Только когда ты сдал на права, и всё. Так, глушись давай. Хочешь, что ли? Ну, ладно. Так, я хотел в магазин приехать. И у меня для этого есть одна цель. Я понял, что мне нужен один предмет, без которого моя жизнь, ну, не такая полная, как могла бы быть. И это телефон, друзья. Так, и теперь мне ещё необходима сим-карта. Сим-карта. Номер должен быть шестизначный. Например, 1, 2, 3. Оу, так можно номер самому выбрать? Ничего себе. А какой-нибудь типа там 7, 7, 7, 7, 7, 7. Есть такое, нет? Номер уже занят. Вот чёрт. Так, сим-карта купить. Подожди, а деньги-то не тратится, хоть нет? 5, 5, 5, 7, 7. Номер уже занят. Вот дерьмо. Так. Сим-карта. А, купить. Не, не тратится. Слушайте, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Введён некорректно. Почему некорректно? Раз, два, а на ноль с нуля нельзя начинать. Вот так вот, возьмём. 5, 0, 0, 0. Или, как там? Вот так, 500, 500. Но, думаю, полюбаться занят уже. Чёрт! Все номера, блин, заняты, а? Так, сим-карта. Какая-нибудь 8, 8, 6, 6, 4, 4. Так, смотрите-ка, мой номер. 8, 8, 6, 6, 4, 4. Не знаю, насколько это крутой номер, но, в принципе, нормальный такой. А вон у чувака просто 26, 0 и остальные. Ну, не знаю, мне нравится нормальный, в принципе, номер. И, наверное, можно ещё и поменять будет. Оу! А где же мой автобус? Автобус пропал, ребятки! Угнали автобус у меня! Давайте проверим, дали ли мне права или нет. Так. Статистика. А где здесь права? А тут не видно. Чёрт, тут не видно нифига. Ну, я надеюсь, что да, что права у меня остались. Но, в крайнем случае, придётся ещё раз дать. Ну что, друзья, на этом эта серия закончится. И уже в следующей серии, уже всё, 100%, буду работать Ашотом, водителем маршрутки. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Ещё раз напоминаю, что если вы хотите поиграть вместе, то ссылочка на серию находится в описании. Также в описании вы найдёте мой ник. Скоро сделаем, наверное, сходочку здесь очередную. Может быть, на стриме, может быть, просто соберёмся вместе. Поэтому не упустите возможность. И всем пока!